Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Как мы уже анонсировали, президент Латвийской конфедерации и работодатели Виталий Гаврилов у нас в студии. Добрый день! Добрый день! Вот как раз на Лигу так совпало, исполнилось ровно 5 месяцев работы правительства Каринча. Можно уже подвести какие-то итоги именно с точки зрения взаимодействия с предпринимательским сообществом, с бизнесом, с экономикой. Я так понимаю, что у вас тоже диалог, как у социальных партнеров с правительством, очень плотный. Есть несколько пунктов, которые вас интересуют. И давайте по ним и пройдемся. Да. Ну, конечно, еще раз добрый день всем. Конечно, после праздников, когда все хорошо отдохнули, наверное, самое время сейчас поговорить о серьезных делах, которые связаны с развитием Латвии, с развитием Европы, с мировыми процессами, которые есть. Потому что мы понимаем, что мир меняется, турбулентность растет, вызовы проявляются, и баланс фактически меняется, как в мировой политике, как в экономике. Так и в обществе, и между государствами, и в бизнесе как таковом. Поэтому, принимая во внимание, что политические циклы, например, в Латвии до 4 года, то есть бизнесу надо каким-то образом пристраиваться к тому, чтобы каждая новая смена правительства, чтобы она не была для нас головной болью, а чтобы те люди, новые люди особенно, которые приходят в политику, чтобы они понимали, во-первых, куда они пришли, какая на них лежит ответственность, и какие механизмы есть, чтобы работать вместе с гражданским обществом, особенно с организованным гражданским обществом. Поэтому мы уже в процессе, когда были встречи с кандидатами в депутаты и прочее, мы все время говорили по таким четырем главным разделам, которые у нас есть. Это один из главных разделов, это есть, что в Латвии есть утвержденная и стратегия развития 2030, где мы себе ставим одну из главных целей, это приблизиться к уровню благосостояния европейских стран. Допустим, где-то в 2004-2005 году это было там КИКП, берем 43%, сейчас 67%, то есть мы продвигаемся вперед, но это должно быть понимание, что это за один день не сделаешь, за один год не сделаешь, и за 4 года трудно сделать. Поэтому, чтобы это было как обязательство, что они понимают, что этот план и этот приоритет никуда не должен уйти. Второй в этом же блоке стоит вопрос, это национальный план развития, потому что в национальном плане и развитии стоят тоже конкретные цифры. Например, инвестиции. Инвестиции, допустим, в развитие и исследование. Если в Европе стоит план достичь 2,5%, Америка уже 3 имеет, Япония 3,8%, Латвия взяла на себя 1,5%, но, к сожалению, принимая все во внимание сегодня, все негативное влияние, которое у нас было, у нас сегодня только 0,53%. Это самый критический пункт. Следующий пункт конкретно был, допустим, мы понимаем, что образованные люди двигают развитие экономики вперед. И, допустим, возраст от 30 до 34 лет, это должен быть, допустим, примерно около 40% людей с высшим образованием. Но у нас сейчас 39, было 33. То есть шаг вперед сделан. То есть вроде бы есть задел тому, что грамотные люди придут в управление и, наверное, в том же числе придут и в политику. Но наш опыт показывает, что иногда и этого мало. Поэтому мы предлагаем обычно правительству, чтобы быть убеждены в том, что мы пойдем по этому пути, мы предлагаем еще делать дополнительное соглашение. Например, вот это такое соглашение было у нас сделано господином Кучинским, Марисом, его правительством, где мы поставили конкретный план тоже, что достичь 5% прироста внутривалового продукта, что провести реформу административного управления, что как пилотный проект двигать государство, это Валсейн Денис, это службу госдоходов. То есть такие конкретные моменты, которые позволяют нам контролировать, потому что их можно измерять, что творится в этом деле. Поэтому по этому пункту новое правительство было полностью согласно, что они берут это тоже за основу. Следующее, что они тоже согласились, что они готовы заниматься вопросом продолжения начатых реформ. Вы помните, с каким трудом и долгими обсуждениями стала реформа, допустим, в системе образования, в вопросах налоговой системы, которая была критическая для предпринимателей и которая один из факторов конкурентоспособности. Вопросы здравоохранения и где предприниматели были, и социальные партнеры были очень так тесно включены в этот процесс. Так что это тоже было как бы подтверждено, что мы идем по основным пунктам. Затем, что будут, правительство будет принимать все меры для того, чтобы все-таки улучшить инструменты, которые помогают лучше развивать промышленность, производство, которое ориентировано на добавочную стоимость. И, естественно, один из важнейших вопросов было, принимая во внимание, что 2019 год, это год, когда Латвия уже 15 лет в Евросоюзе, это как же достигнуть эту большую интеграцию? Каждая из, сейчас уже с 27 стран, да, а может быть, еще и Брексит не состоится, потому что так и до конца не ясно, да, вот этих стран, как же эту интеграцию достигнуть? Потому что мы можем много говорить, допустим, о значимости евро. Ведь Латвия, смотрите, за все эти годы, с 2004 года, фактически выполняла все главные стратегические установки. Мы в еврозоне, и у нас, мы в Европейском экономическом совете, то есть мы есть, мы делаем эти работы, эту работу, да. То есть, ну а как дальше, например, из 27 стран, 8 стран сегодня не в еврозоне, как мы можем укреплять нашу валюту? Как мы можем снижать даже свои предприниматели перлаты и валютные риски в Польше, в Венгрии, то есть в Дании, в Швеции, у которых нет этого дела? И какими инструментами сегодня, или мотивационными, или как заставить эти же страны, чтобы в конце концов они поняли и выполнили свои обязательства, то есть строить европейский дом совместно? Ведь смотрите, наши предприниматели, когда мы делали опрос, потому что, когда есть аргументы, тогда легче с правительством обращаться, что этот, вот этот инструмент, наша жизнь, должно очень сильно отстаивать в Европейском совете, в парламенте, в Европейской комиссии, что максимально интегрировать, потому что только интегрированный Европейский союз может быть сильный, а во-первых, это все-таки, во-первых, это еврозона, я считаю, да, и мы уже пять лет в еврозоне, в 2010 году приняли это решение, и тогда бизнес настойчиво мотивировал правительство, что это надо сделать, и мы это сделали, но сегодня, допустим, в гражданском обществе, не только в Латвии, а, например, в тех странах, которые не являются сегодня членами Евросоюза, необходимо тоже влиять на правительство, на свои парламенты влиять, и показывать, что, посмотрите, мы сегодня заключаем договора международных, даже компаний крупные, да, почему-то в долларах компания находится в Европе, это же неправильно, нет, вопросы, допустим, энергобезопасности, да, да, одни должны быть диссертированы и прочее, да, но мы должны эту энергосистему свою сделать, как она есть, но не забывай, что у нас давно испытаны системы, у нас есть диверсификация, у нас, допустим, те же СНГ страны, которые есть, то есть надо разумно все это делать, да, а вопросы банковского союза, это вообще критически, потому что к ним добавляется еще рынок капитала, и в Европе нет как такового единого рынка капитала, поэтому мы сегодня ставим задачу, считаем, что проект должно очень жестко отстаивать вот этот принцип, что единый банковский союз, чтобы не надо было, допустим, сейчас перечислять деньги, допустим, с одного еврозоны страны, в Латвию, да, проходят скрининги, задерживаются на неделями платежи, то есть поток денег как бы замедляется, так это же все влияет негативно и на рост объема производства, и на инвестиции, и на уверенность в завтрашнем дне, потому что через вот эту единую систему создания вот такого единого, допустим, экономики, единого рынка, тогда мы себе как бы уверенности больше даем, мы смело можем инвестировать и так далее, поэтому я думаю, что по вот этому первому блоку, в котором есть целый ряд подпунктов, у нас, правительствам, есть понимание, что в этом направлении надо работать, еще принимая внимание то, что мы все-таки 16-го года в организации экономического сотрудничества, ОЕСИД, да, ОЕСИД, и естественно, тот богатый опыт, который накоплен уже сейчас в 36 странах, а Латвийская конверация работодателя является членом, есть бизнес от ОЕСИД, то есть как в Европе есть бизнес-юроп, так во Франции хэд-квота, где главная квартира, там же есть бизнес от ОЕСИД, где мы можем участвуем сегодня в различных группах и комитетах, где мы тоже можем влиять на те процессы, которые принимаются, потому что, когда проходят, допустим, министерские советы, это как раз время для бизнеса влиять на те процессы, которые там происходят, так что я думаю, что вот в этом первом блоке нам много что сделано, но вызовы огромные, особенно в финансовом секторе, вы знаете, что то, что произошло в Латвии, то, что мы находимся на грани, то, что нас включили в этот серый список или черный его список, это действительно очень серьезно, потому что вы видите, что если только в масс-меди попала информация о том, что в одном из банков есть проблемы, как можно погубить банк, да, поэтому вопросы, но здесь, понимаете, это комплекс вопросов, это и бизнес, но банки, это тоже бизнес, да, поэтому мы считаем, что здесь должен быть такой соразмерный подход ко всему, почему очень важно, что Европейский Центральный Банк нес ответственность за это тоже, и за контрольную систему, чтобы это была единая система, чтобы не надо было думать, что я перечисляю, допустим, с Брюсселя или с Берлина или с, не знаю, там, Люксембурга, деньги куда-то, они здесь будут проходить дополнительные проверки, задерживаться и прочее, это никуда не годится, но нам надо привести в порядок, должна быть ответственность, но мы не можем говорить о том, что если у нас не хватает сил проверить, то мы можем блокировать все, значит, на одном из заседаний вот от Совета по финансовому развитию, мы четко сказали, что правительство должно выделять столько средств, сколько надо, но мы не можем, чтобы какой-то региональный подход быть, закрывать регионы, говорить, мы с тем, допустим, не работаем с странами СНГ, не работаем с восточными азиатскими странами, а как так? Мы работаем с ними сотни лет, и поэтому я думаю, что и господин Каринш, который выступал несколько раз, подчеркнул то, что мы должны разработать с правилами игры, а всем, кто есть в мире, кто хочет работать по этим правилам, я говорю, пожалуйста, добро пожаловать, работайте у нас, делайте у нас, но, к сожалению, те меры, которые принимаются, они дойдут, ну, неадекнатные по жесткости, например, да, и получается, что банки, которые как бы должны контролировать, это как бы влияние даже на психологическое такое испуг, лучше не сделать, чем сделать, лучше не открыть счет, лучше закрыть счет. То есть они вообще стали крайне осторожными в этой ситуации? Это крайне осторожный, понимаешь, но бизнес – это риск, понимаете, мы можем говорить о рисках, об их оценке и прочее, но чем меньше компания, практически это берет на себя больше риск, да, но, конечно, надо соблюдать эти правила, это проверочные контрольные механизмы, и деньги надо выделять на это, но говорить о том, что у нас, допустим, большой поток денег, и мы не успеваем контролировать, ну, блин, надо радоваться, что нам доверяют, потому что в Латвии финансовая система всегда, еще в латышеское время, она была очень сильная, она была развитая, потому что латвийский менталитет тоже, допустим, по отношению к другим инвесторам, к другим бизнесменам, он очень открыт, он доброжелательный, почему люди сюда и приходили. А мы фактически хотим это все сломать, так я понимаю, да? Ну, не сломать, наверное, мы хотим это упорядочить, вообще там ставим, да, но иногда принимаемые меры, которые недостаточно разъяснительной работы, особенно для маленьких и средних предприятий, плюс к этому привлечиваются те новые вызовы, которые идут, потому что, допустим, те же торговые войны и прочее, они тоже вводят протекционизму фактически, а протекционизм никогда не влиял позитивно, не влиял на развитие стран, то есть мы сегодня находимся на таком перепуте, не только с Брекситом, но именно с мировыми порядками, и вот в этом первом блоке... Мы же видим эту войну, Россия, Китай, нет, Россия, Европейский Союз, США, Китай, мы видим, да, так сказать, Индия тут подключилась, да. Но мы понимаем, что, допустим, премьер, когда он выступал в парламенте, он в основном правильно говорил, что, может, мы сейчас делаем хорошую работу, может, кто-то приедет учиться, но надо, чтобы эту работу одновременно проводила вся Европа, выглядели, что как бы мы не понимаем, и главное, что, понимаете, мы можем удовлетворить какие-то требования по каким-то показателям, да, но как мы потом свою, допустим, нерасторопность в коммуникационной сфере можем потом рассказать инвесторам, которые запомнят отношение к ним, да, то есть поэтому вопрос консультирует, прежде всего, это абсолютно уникально, и что правительство конечно согласилось, что это главный инструмент, и недавно было награждение лучших на организации, наблюдателей, да, то есть узроги эти, так называемые, узрогшие организации, да, то есть есть, которые стараются, которые стараются проконсультировать и сделать, но, допустим, мы считаем, что в таком же направлении должна работать и рынок капитала, и комиссия по финансовому капиталу, они тоже должны инвестиции, тоже должны этим заниматься, и даже, понимаете, иначе не пойдут капиталы сюда, ведь вопрос инвестиций это критически, если не будет инвестиций, и они останутся на уровне там 0,5 от ЭКП, или будут продолжать, да, или будут продолжать падать, вы понимаете, как мы можем поднять, допустим, через инвестиции поднять производительность труда, а заработная плата растет, куда мы опять, какую пропасть мы бросаем в бизнес, потому что ты понимаешь, рабочей силы не хватает, а денег на инвестиции, на замену оборудования, на новые технологии, на инвестиционные технологии, если не хватает, то есть сегодня должно быть включено, ну, максимально, ну, этот интеллектуэ, интеллект, ну, правительство, да, и псаемы, да, с тем, чтобы они понимали, что каждое решение, которое они принимают, оно может либо развить экономику, да, и поддержать тот уровень, которому поставили 5% роста экономики, а не так, как мы сейчас идем 3,2, 2,8, и будем ссылаться на объективные причины, но среди объективных есть еще и субъективные причины, то есть наша некачественная работа, поэтому я считаю, что мы говорили вот с Катерином, премьер-министром, по вопросу о том, что чрезвычайно важно новым политическим силам, я считаю, 5 месяцев, это еще не срок, мы только можем сейчас только как бы фиксировать факты, которые происходят, да, но это еще не срок, чтобы реально оценивать, как работать, мы видим просто, что где мы идем в одну ногу, то есть у нас есть общее понимание задачи и общие цели, как их решать, да, но есть там, где мы не согласны, мы считаем, что эти, нельзя, чтобы это превратилось в тенденции, да, потому что сельский капитал это основа, Латвия небольшая страна, если у нас там миллион девятьсот, там тридцать семь тысяч населения живет, официально, да, и посмотрите, а там, например, девятьсот тридцать семь тысяч, те, которые работают, которые ставят реальные ценности, то сегодня и правительство, и парламент должны четко понимать в том, что, может даже утром, не знаю, пускай не гимн поют, или бизнесу, но говорит, что спасибо бизнесу, что он работает, что платит налоги, что старается рабочие места производить, что делать это, потому что откуда идут все эти поступления, средств, это идут от бизнеса, и поэтому идти навстречу, помогать, всегда будут какие-то моменты отклонения, но для этого есть аппарат, который работает, но этот аппарат, который действительно отслеживает, это и налоговая система, это охрана природы, ну все те пожарники и прочее, прочее, конечно, мы хотим жить в безопасной среде, мы хотим жить в хорошей среде, да, где вопросы климата и прочее обсуждаются, так как я думаю, что правительству стоит очень большая задача пориентироваться на качественное принятие решений, а без организованного гражданского общества, без социального диалога, потому что говорить сегодня об открытой экономике и не говорить об открытом обществе, это тоже плохо, потому что открытое общество, это как раз, это то общество, где есть диалог, где сверяются те решения, которые принимает правительство, а лучше, если эти решения прошли, рассмотрение, допустим, на трехсторонних советах как подсоветах и в министерствах, и потом только двигаясь на национальный уровень, понимаете, мы тогда помогаем друг другу, потому что наша, я думаю, наша ценность стоит в том, чтобы дополнять друг другу, допустим, компенсировать, допустим, отсутствие каких-то знаний в политике или прочее, но для этого надо прислушиваться, ну, как минимум следовать тем принципам, которые есть, и тому, что мы объяснили, поэтому я считаю, что есть то, где нас совпадает, но есть то, что нам надо очень сильно работать, и особенно в вопросах управления народным хозяйством, экономикой, да. Мы привемся буквально пару минут, потом продолжим эту интересную беседу, Виталий Гаврилов у нас в студии, президент Латвийской конфедерации работодателей, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире, Виталий Гаврилов, напомню, президент Латвийской конфедерации работодателей, я так понимаю, что мы приступаем вот ко второму пункту, вот гражданское общество, вот, может быть, несколько слов об этом. Да, потому что я отметил, что мы были активно вовлечены вообще в все процессы, которые происходили в Латвии в этот период, да, и, конечно, я часто повторял вопрос организованное гражданское общество и социальный диалог, потому что тот план действий, который утвердило, утвердило правительство, и мы считаем, что там в основные вопросы все нашли свое отражение, это также, как можно сказать, отметить плюсом, да, но сейчас вопрос должен быть, что это должно быть все реализовано, и поэтому только совместная работа, да, и как бы правительство должно постоянно сверять курс, куда оно идет, да, с тем, что говорит организованное гражданское общество, то есть организованное гражданское общество это то, которым есть свои цели, свои задачи, свои измеряемые цели, у них своя группа людей, которые как бы отслеживают эти процессы, дают свои предложения, и поэтому я считаю, что это очень важно, и мы думаем, что здесь тоже был сделан шаг вперед, допустим, потом уже, что в конце концов были сделаны, утверждены последние изменения в кодексе закона во труде, потому что мы понимаем, что надо дать больше прав саморегуляции работодателям и работникам, они лучше всего знают, они лучше всего заинтересованы, больше всего заинтересованы в том, что каждая организация, каждая компания, бизнеса развивалась уверенно вперед, и поэтому они предложат и систему оплаты, и минимальную зарплату, смотрите, все-таки строители в конце концов собрались силами и подписали это соглашение, генеральное соглашение, этому надо следовать дальше, правительство освободит себя тогда от многих-многих проблем, потому что люди будут решать сами те вопросы, которые у них есть, а проблема у нас будет следующий крупный, третий блок, который связан с конкурентоспособностью, с репутацией страны, мы даже сейчас на первое место выдвигаем репутацию, потому что если мы будем проводить неправильные движения, неправильные действия в экономической, финансовой сфере, в коммуникационной сфере мы получим ну как бы такое воздерживающее отношение от потенциальных как местных инвесторов, так и зарубежных инвесторов, и здесь у нас проблемы стоят в вопросах дигитализации, но все это требует огромных средств для того, чтобы мы это все двигали вперед, а как можно двигать вперед, когда у тебя есть хотя бы доступность этих ресурсов, но так как сегодня можно сказать, что кредитные кредиты выдаются, они есть, но они недостаточно для того, и вопросы, которые ставятся для получения этих кредитов, они очень ну такие недружественные, потому что иногда тебе надо закладывать залоги там в полтора, в два раза больше, чтобы получить, но это же невозможно, причем растут процентные ставки, если, допустим, какой-то период назад было там 3, 3 кумаше, то сейчас уже 5,5, 5,6, ну, кто может вытянуть это, то есть это должно быть соразмерность во всем, и банки должны понимать, что бизнес это партнер, что клиент, всегда говорили, это номер один, знать его нужды, потребности, ориентироваться на него, давать правильную информацию своевременно, это естественно, и естественно, в этом блоке тоже есть вопрос к, конечно, налоговой политике, мы считаем, что правительство выдержало тоже свое как бы обещание, что тени трех лет не пересматривать, мы начнем в ближайшем время начнем, значит, смотреть и отслеживать, и смотреть по фактам, что можно улучшить, потому что любой цикл, который заканчивается, он требует осмысления, и одна из систем управления качеством, это улучшение, 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 мы не говорим никаких революционных изменений, которые должны быть, но это надо делать, и надо идти вперед, и те ошибки, которые были допущены, то их надо исправлять, вопрос, за бизнес, очень важный вопрос, это стоимость ресурсов, и человеческих ресурсов, смотрите, по 7-8% рост заработной платы идет, но это, но производительность труда так не растет, то есть мы опять вернемся к вопросу, к тому, что до какого момента это все пойдет вперед, то есть нам нужна рабочая сила, то есть вопрос сегодня обязательно стоит в миграционной политике, адекватной текущей экономической ситуации, но особенно важно, адекватной тем, стратегическим целям, поэтому мы создали при Министерстве экономики специальный подсовет в рамках национального трехстороннего совета по вопросам конкурентоспособности долгосрочного развития, мы должны все время говорить политикам, что запомните, наш успех будет, если только мы покажем, и особенно инвесторам, что мы долгосрочного страна развития, что можно предвидеть, как пойдет это развитие, что мы действуем адекватно изменяющимся национальным интересам или национальном уровне, европейском и глобальном. Вопрос энергоресурса, конечно, ОИК, он остается, проблема есть, посмотрите, развивается наука, развивается техника, а платежи по ОИК такие просто, ну, огромные, поэтому мы считаем, что правительство должно принимать эти решения адекватной ситуации, адекватно тем, говорится, адекватно тем реалиям, которые сегодня существуют, потому что бизнес живет в реалиях, и ему необходима поддержка, необходимо понимание тех процессов, которые есть, и все решения, которые облегчают, поэтому чем быстрее этот вопрос будет решен, тем лучше. Вопрос рабочей силы, это тоже один из важнейших приоритетов конфедерации работодателей, потому что вопрос квалифицированной рабочей силы, это чрезвычайно важно, и почему в этой системе нам очень важно вопросы структуральных реформ, потому что это внутренние ресурсы, мы поддерживаем идею, именно которая была записана еще в предыдущем правительстве, о региональной реформе, ее надо делать, надо делать центр развития, потому что каждый центр развития, если люди будут концентрироваться в этом центре развития, мобильность значительно вырастет, во-вторых, предприниматели посмотрят с интересом на те центры развития, и дороги еще, потому что, это и дороги, и прочее, то есть, это цель, это выход, это выгода ситуации, во-вторых, это вопросы образования, туда же можно включать, потому что, допустим, в Японии на одного учителя 39 учеников, то у нас 11-12, поэтому, а это сразу решает вопросы заработной платы, только качественные, подготовленные учителя, и вот этот весь блок учительский, с хорошей зарплатой, то есть, с мотивацией, не будем говорить только зарплатой, а мотивацией, потому что там еще и социальная сфера стоит, это важно, вопросы здравоохранения, опять же, где, какие больницы, и как прочее, чрезвычайно важно, потому что этот ключевой вопрос, и вот, смотрите, уже сколько из предыдущего правительства переходит в это, но мы надеемся, что, и господин Путер, сейчас очень много консультаций идет, мы надеемся, что вот работа с гражданским обществом, организованным гражданским обществом, поможет, вот это как бы сдвинуться с этой точки зрения, но должно быть большинство поддержка, так как было большинство поддержка в налоговой реформе, так надо, чтобы было большинство поддержка и в этой ситуации, поэтому я думаю, что это очень, очень такой важный пункт, ну и четвертый, конечно, пункт, который правительство опять поддерживает, да, фактически, будем смотреть по действиям, как и по результатам, которые дают, это улучшение уровня жизни и благосостояния людей, да, а это как раз тот первый пункт, с чего мы с вами начали, говорили, что мы его уже, как бы понимаем, что нам надо приближаться к тому уровню развития, если мы хотим, что, ну, какая там часть народу вернется или нет, но все-таки миграционная политика должна быть адекватна сегодняшней ситуации, нам нужна рабочая сила, нам нужна квалифицированная рабочая сила, может быть, нам тоже эти зеленые карты надо делать, смотрите, сколько в Америку каждый год будет, вы читаете, в Делфик тех же, да, допустим, что пять тысяч, например, так-так-так-так, это лучшие из лучших, фактически, едут учиться, и потом остаются работать, так, то же самое надо и в Латвии смотреть, те самые грамотные люди, которые живут, хотя бы в ближайших регионах с нами, создавать им такие удобства, это одна из выхода привлечения дополнительной рабочей силы, учится, закончил университет, закончил институт или колледж, и он смотрит, хорошая природа, хорошо развивает система, хорошее социальное обеспечение, хорошая заработная плата, смотрите, все-таки как-никак уже, там тысячи семнадцать и семнадцать евро, это же все-таки есть прогресс, в этом идет, но это же надо удержать, и не только удержать, но это надо развивать, если мы не развиваем экономику, ничего не получится, поэтому понимание то, что экономика, это номер один, а чтобы экономику двигать, нужны тоже эти структурные реформы, и особенно обратить внимание, что на тот состав, который сегодня мы ждем в экономике, это вопрос дегитализации, это вопрос роботизации, то есть перед нами стоят большие вызовы, и поэтому, чтобы их решать, должен быть очень качественный состав тех людей, которые принимают эти решения, и если им недостаточно опыта, они должны прямо обращаться к организованному гражданскому обществу, просить их дать советы, вот смотрите, когда по налоговой системе было, подсовет по налогам и бюджету, в течение года 15 раз заседал, туда приглашались со всех других организованных гражданских обществ, лучшие эксперты, то есть была дана возможность каждому организованному обществу, если оно себя таким считает, вплоть, допустим, до уличного комитета, прийти и сказать, как он видит, что делать, допустим, на локальном уровне, на городском уровне, региональном уровне, на национальном уровне, поэтому вопрос взаимодействия, вопрос дополнения, талантливыми людьми из гражданского общества, именно процессов принятия решений, это будет позитивный вклад в развитие экономики, в развитие финансовой структуры, и в конце концов благосостояния народа, и еще бы, конечно, хотелось сказать, что вопрос очень важный, конечно, социальная надежность, потому что люди смотрят на это, но посмотрите, когда мы не обеспечиваем хорошую, качественную, хорошую качественную коммуникацию с гражданским обществом, откуда популизм? Тот же левый политик, который все хочет уравнять, разве когда они все уравняют, талант пробьется, талант уедет, он будет искать, куда идти, или правые популисты, которые считают, что только на национальном уровне можно все решать, это протекционист, это изоляционист, никуда дальше ты не уйдешь, то есть сегодня, мы иногда говорим об коммуникациях, о пропаганде, надо именно в этом направлении вести вот эту коммуникацию с населением, что талантливым людям у нас есть возможность развиваться, есть возможность работать, мы будем делать все для того, чтобы это шло вперед, развивалось, и чтобы мы те цели, которые нам поставили, поставлены, которые нами же сами поставлены, что они выполняются, и тогда, естественно, к нам будут стремиться инвестиции, будут стремиться инвесторы, будут стремиться квалифицированная рабочая сила, которая поможет нам двигать Латвию вперед, продвигая Латвию, будем двигать Европу, И поэтому я думаю, что нам цели ясны, что надо делать вместе. Мы будем смотреть за всеми процессами, которые идут. Но мы бы не хотели, чтобы правительство принимало популистические какие-то решения в угоду каким-то узкополитическим или узким таким национальным интересам. Надо смотреть значительно-значительно шире. А возможность есть, и мы верены сейчас, что и в парламенте, и в правительстве есть люди, которые трезвомыслящие, которые могут двигать экономику вперед. Да. Вот что касается налоговой системы, не могу не спросить. Есть два мнения предпринимателей. Одни говорят, что как бы там ни было, лучше сейчас ничего не трогать, чтобы какое-то время была стабильность. Потому что каждый год, а были времена, когда чуть не каждый полгода меняли ставки налоговой, лучше не трогать. Это одна концепция. Другие предприниматели считают, что нет, есть целый ряд слабых мест, которые мы констатировали, в том числе вот этот дифференцированный подоходный налог, да, и не облагаю минимум, подоходный налог вызвал хаос. Надо с этим что-то делать. Как конфедерация работодателей вообще рассматривает налоговую систему и каких изменений ждет? Понимаете, я просто повторюсь, может быть, любой цикл, любому циклу есть жизненность. Мы говорим это жизненный цикл. Развитие продукта, развитие решения, развитие сферы услуг. То есть мы приняли решение, мы отслеживаем, как это идет, мы фиксируем все те положительные и фиксируем те недостатки, недочеты, которые были допущены. Мы должны сделать, исходя из системы управления качеством, да, делать улучшение. Английские говорят improvement, improvement, improvement. Это весь мир живет этим. Поэтому не может быть в живом экономическом механизме, финансовом экономическом механизме, да, чтобы было застылое что-то. Но у нас должна быть уверенность в стабильности и что эти изменения, которые будут делать, либо, я бы сказал, усовершенствование, дополнение, которое будут делать, они будут улучшать. Вот если мы это добиваемся, тогда это будет сделать. Но сидеть и смотреть, чтобы все было зацементировано, это не движение вперед. Мы должны двигаться вперед. И поэтому здесь есть над чем работать и парламенту, и правительству, и социальным партнерам, и организованным гражданскому обществу в формате своего меморандума, который подписан с правительством. Я думаю, что это как раз даст, как бы, ну, консолидирует, как минимум, латвийское общество в понимании тех задач, которые стоят. Мы хотим жить лучше, мы хотим быть уверены в завтрашнем дне. И поэтому мы за то, чтобы те правила, которые на национальном уровне, они соблюдались. И договоренности, допустим, мы договорились три года, не менять налоговую политику. Мы не должны ее менять. Мы говорим о мировых правилах, допустим, торговли. Если международная организация торговли, если у нее есть какие-то недостатки, так давайте исправлять эти правила игры, совершенствовать. Но нельзя их игнорировать. Сегодня получается так, что некоторые страны просто диктаторством занимаются в этом направлении. Закрывает то, закрывает это. Ну, нельзя, ну, как? Классно, мы воспитаны, вообще, я не знаю, ни в одном университете, которым я учился, ни в Латвии. Допустим, ни в Швейцарии, это AMD-институт. Ни экспортная импортная академия в Германии. Нас нигде не учили тому, что ограниченность, замкнутость, она дает прогресс и развитие. Нас учили к тому, что вопрос торговли, вопрос передвижения товаров, продуктов, рабочей силы, услуг, капитала, это уникально. Понимаете, что конкурентоспособность у меня, это когда я представляю товары качественные, по приемлемым целым, с хорошей логистикой и с уверенностью, что я с этим партнером могу долго-долго работать. Но если кто-то пытается менять правила игры, не базируясь на этих принципах, а потому что я хочу свое что-то продать и прочее, но это никуда не идет. У нас была хорошая встреча в Брюсселе с торговой промышленной палатой Америки, представителями. Нас полностью совпадает понимание, что как надо сотрудничать на мировой арене. Поэтому мы считаем, что бизнесу сегодня надо больше контактировать и с правительствами, и с парламентом. Ну, в частности, если Америка, то это конгрессом. Нам надо давать больше информации о тех процессах, которые сегодня идут, и которые бизнес переживает, потому что в улучшении экономического развития надежда только на бизнес, но в том случае, если правила игры будут такие, которые они простые, понимаемые, легко выполняемые, и могут быть совершенствоваться, но только по согласованию с организованным бизнесом, социальными партнерами, с организованным гражданским обществом. Я думаю, это как раз урок, который мы вынесли сейчас из парламентских европейских выборов. Все-таки позитивно то, что еврооптимисты все-таки сохранились в своем большинстве. Может, это большинство требует все-таки еще коллекционного подхода, но тем не менее евроскептики, изоляционисты не получили того, что они хотели. И это говорит о том, что сегодня народ прочувствовал то, что говорит, например, бизнес латвийский после нашего опроса. Видите, 85% наших опрошенных работодателей говорят, что нам надо больше работать вместе, и нам надо работать более качественно. Из этих 85% ни один не сказал, что надо сократить то, уменьшить то и прочее. Что надо работать больше вместе и работать качественно. Вот это пожелание, и это надо выполнять. Да, может, такой последний вопрос, который я хотел задать, если можно, вот коротенько. Все-таки о ближайших планах конфедерации. Понятно, что сейчас будет, видимо, вы будете отслеживать, и как дальше будет формироваться новый европарламент, новая еврокомиссия. Что еще? Что вы запланировали? Это два раздела. Один раздел, который на национальном уровне, где мы сейчас, в ближайшие дни, у нас будет встреча с новыми избранными парламентами, депутатами в Европейский парламент, где мы еще раз озвучим те планы, которые наши есть, как консолидировать и интегрировать Европу. С другой стороны, мы будем жестко настаивать на выполнении тех приоритетов, с которыми мы уже договорились с правительством. Это конкурентоспособность, это реформы в управлении, в системе управления, и не только в государстве, но и в муниципальном. Там очень большое количество работников ездят. Плюс вопросы привлечения квалифицированной рабочей силы, как приоритет для нас. Вопросы энерго и других ресурсов, именно конкурентноспособности, и усиливать социальный диалог на всех уровнях, которых есть. Сегодня, к сожалению, на локальном уровне, на региональном он не очень хорошо развит. Поэтому политики регионального и локального уровня должны понять, что их избиратель там, но если он не будет вовлечен в процесс принятия решений, не скажет свое «да», «добро», хотя большинство из них не скажет «добро» таким-то направлением, например, ремонт улиц, освещение, дополнительная структура, инфраструктура, которую сделают, то это будет очень трудно. И еще, конечно, вопрос – это внешнеэкономические связи. Сейчас у нас будет и новый президент. Я считаю, что здесь надо смотреть… Для меня пример, например, как работает финфильский президент. Мы только что были в Финляндии. В Юнистике, да. Да, был бизнес-юропрезидентский совет, где 35 стран-президенты конфедерации работодателей как раз обсуждали президентуру в Финляндии. Да. Это очень важно, потому что закончится Румынска, что начинается это. Мы ставим очень большой акцент, потому что очень большие вызовы стоят на консолидацию, особенно, что мы должны в конце концов принять конкретные, как бы измеряемые даты, когда будет все-таки создано европейское, экономическое и монетарное общество. А это внутри. Это банковское объединение, это рынок капитала. Потому что эти вопросы критические, без инвестиций, ни Европа, ни Латвия выжить не может. Поэтому относиться с уважением и не создавать дополнительные трудности инвесторам, а пытаться помогать их решать – это тот путь, по которому сегодня должна идти наша страна и особенно политики. Виталий Гаврилов у нас был в студии президент конфедерации работодателей. Большое спасибо. Спасибо.